За дня смерти Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней. Говорят, что после 40 дней душа покидает землю. В этот день организуются поминки, где близкие усопшего вспоминают хорошие поступки и пытаются найти слова утешения. Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая на 54 году жизни. В 2019 году у нее диагностировали глиобластому головного мозга. В 5 лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. В тот день проводить актрису в последний путь пришли сотни людей. Сегодня на Троекуровском кладбище у могилы актрисы собрались все члены ее семьи. Муж Петр Чернышев с маленькой дочкой Милой. Мама Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майкл. В числе присутствующих была бывшая коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева. К 9 утра на кладбище уже собралось несколько преданных поклонников. Пришли пораньше, пока могилу не обступили журналисты и другие фанаты. Люди молча подходили к кресту, разглядывая цветы и портреты Анастасии, которые украшают ее могилу. Могила Анастасии Заворотнюк по-прежнему утопает в цветах. Рядом установлен черный шатер для гостей. Ранее Петр Чернышев, который регулярно посещает и следит за внешним видом могилы любимой Анастасии, наливал воду для цветов и расставлял их. В 10 утра на Троекуровское кладбище приехали родственники Анастасии. Мама Анастасии, сын Майкл, дочь Анна и младшая дочь Мила. Девочка была в светлым платьице. Близкие и родственники в темных нарядах отстояли службу под палящим солнцем. Пришла почтить память Анастасии и ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева. Она обнимала маму актрисы и старалась прятаться от камер. Видно, что маме Анастасии в этот день приходилось непросто. Петр Чернышев старался уделять внимание всем собравшимся. И, как мог, поддерживал маму Анастасии и ее детей. Стоит отметить, что Петр каждые выходные появляется на Троекуровском кладбище. Периодически спортсмен берет с собой дочь Милу. Коллега Анастасии по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева передвигалась, опустив голову. А глаза скрывала под солнцезащитными очками. При этом Прокофьева охотно общалась с другими гостями, пришедшими почтить память Анастасии. Ранее Ольга Прокофьева признавалась, что никогда не была близкой подругой Анастасии. Но за время совместной работы между актрисами сложились приятельские отношения. «Дружили, когда вместе снимались. Потом я умчалась в театр. У нас остались хорошие приятельские отношения», – делилась Прокофьева. Семья дала понять, что она сама хочет справляться со всеми проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг. Но мы все переживали. Насте очень повезло. У нее грандиозная семья, любящая вокруг люди. Семья действительно не хотела лишнего внимания и сосредоточилась на поисках вариантов лечения для Анастасии. По словам Татьяны Навки, Анастасия Заворотнюк почувствовала недомогание с его день рождения. Ее лицо немного перекосило, и она прошла обследование, в результате которого скрылась страшная правда. У Анастасии обнаружили глябластому головного мозга. «Все эти пять лет были такие качели, когда была надежда на улучшение. Но последний год Настя уже лежала, не вставала», – говорила Навка. Родные и друзья Заворотнюк тщательно следили, чтобы ее фотографии не просочились в сеть. Анастасию Заворотнюк перевозили в Паранже, чтобы никто не видел изменения во внешности актрисы. «Чтобы не было ни одной фотографии, нужно купить Паранжу. И вот ее, если куда-то перевозили, возили, то это все было в Паранже. И, конечно, у нее произошли изменения, но надо отдать должное, что она лежала в храме, просто в монастыре красавица». Хоть в ее внешности и произошли изменения, но во время прощания в храме, когда гроб был открытым, Анастасия выглядела просто красавицей, будто болезнь никак не повлияла на внешность актрисы. Татьяна Навка вспоминала, как за спиной у Петра Чернышева и врачей, которые тщательно следили за строгим режимом питания актрисы, иногда приносили ей вкусную еду и вино, чтобы развеселить ее. «Еще в начале болезни Настя просила нас, «Девчонки, умоляю, принесите мне бокальчик красного вина», – с улыбкой рассказывала Татьяна Навка. Только после кладбища на поминках Петр Чернышев узнал, как Татьяна Навка с остальными подругами Анастасии иногда нарушали ее жесткую диету. Сначала он хотел, чтобы никто не пил и не поднимал бокал за актрису. Он сказал, что это могло оскорбить память жены, с которой они не пили пять лет. «И я говорю, значит так, Петр, почему?» «Он говорит, ну вот мы уже пять лет не пьем». «Я говорю, ну это ты не пьешь, а Настюха-то пиласно?» Он говорит, как? Вот он не знал, что так. Это было, конечно, еще в начале. Я говорю, поэтому она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. Ты как хочешь. В общем, он согласился. На поминках все гости вспоминали веселые моменты, связанные с Заворотнюк. Чернышев после этого благодарил Навку за то, какая была атмосфера. И он в конце даже сказал, слушайте, спасибо вам всем огромное, что получилось. Мы не провожаем, мы как будто бы даже отмечаем ее день рождения. По словам Навки, Чернышев очень стойко переносил те невзгоды, которые обрушились на Заворотнюк. Он круглосуточно контролировал каждого доктора и медсестру. Тренировался вместе с Анастасией. Ходил с ней на процедуры. Петя огромный. Ну, Петя, мы его называем Иисус Христос. Потому что он действительно, ну, я таких других людей не знаю. Понятно, что он все это, в общем-то, вытащил на своих плечах. Но, вот, поэтому я вот говорю, у меня сердце бьется, но я очень за Петра рада. Муж актрисы действительно заслуживает большого уважения. За все время болезни его супруги он не дал усомниться в себе. Всегда был рядом и делал все возможное, чтобы спасти любимую. Вот и после смерти он все время рядом с ней. Петр постоянно приезжает на могилу жены и молится за нее. Ведь молитвы близких помогают душе пройти тяжелые испытания, которые длятся с 9 по 40 день после смерти. Затем душа обретает покой.